Продолжение следует... Что нормативность изменяется со временем. В среднем каждые 10 лет происходят какие-то необратимые, что ли, изменения в русском языке. Поэтому языковые нормы — это понятие историческое. Конечно же, мы можем быть пуристами, можем быть консерваторами, но, тем не менее, ничего поделать с языком нельзя. Он изменяется. Изменяются и нормы этого языка. Изменяются значения слов, изменяются нормы произношения и так далее. К примеру, наверное, лет 100 назад слово «обязательно» всегда означало, ну, как-то обходительно, вежливо и так далее. Говорили, человек «обязательно» поступил там. Сейчас это слово совершенно поменяло свое значение. Оно употребляется в смысле «непременно». Хотя пуристы, старые поборники чистоты русского языка говорили, как бессмысленна фраза «он обязательно набьет ему морду». Как же можно «обязательно» набить морду? Так или иначе, смена норм — понятие закономерное. И, к сожалению, его невозможно остановить. Обычно процесс смены нормы происходит в четыре этапа. Вот эти этапы. Этап первый. Вариант А является правильным. Вариант Б — неправильным. Проходит какое-то время. Вариант А остается еще правильным. Вариант Б употребляется как дополнительный разговорный вариант. Третий этап. Вариант Б становится правильным. Вариант А в словарях помечается как устаревший. И, наконец, четвертый этап. Вариант Б становится правильным. Вариант А неправильным. Проиллюстрировать это можно на примере процесса замены безударного окончания «ы» и сильно акцентированным окончанием «а», «я». К примеру, в XVIII веке Михаил Васильевич Ломоносов впервые написал слова, доселе писавшиеся с окончаниями «ы», «и», как слова, имеющие окончание «а», «я». Вместо слова «снеги» он написал «снега», вместо слова «облаки» — «облака» и вместо «островы» — «острова». И этот процесс был узаконен на самом деле. Он начался еще тогда и не останавливается, кстати, до сих пор. Ломоносов спорил по этому поводу с Тредиаковским. А вот по свидетельству уже Корнея Ивановича Чуковского во второй половине XX века он писал «прошло лет 80, а, пожалуй, и больше с тех пор, как русские люди перестали говорить и писать. Домы, докторы, учители, профессоры, слесари, юнкеры, пекари, писари, флигели. И охотно заменили их формами дома, учителя, профессора, слесаря, флигеля, юнкера, пекаря и так далее». Посмотрите, вот этот простой процесс смещения ударения хорошо иллюстрирует четыре этапа смены нормы. Например, пара «снеги» — «снега» уже давно находится на четвертом этапе. Когда-то «снеги» было правильно, а «снега» — неправильно. Потом «снеги» было еще правильно, а «снега» был вариант дополнительный, разговорный. Потом «снега» стало правильно, а «снеги» устаревшее, книжное. И, наконец, «снега» стало правильным, а «снеги» совершенно неправильным. Итак, пара снеги-снега уже давно на четвертом этапе Пара бухгалтеры-бухгалтера, пожалуй, что на втором Бухгалтеры пока еще правильно, но бухгалтера уже дополнительный разговорный вариант Пара томы-тома, пожалуй, на третьем этапе Томы уже устаревшие Сейчас все говорят тома, и такое ударение уже зафиксировано в словарях Хотя еще живы те люди, для которых тома это прежде всего фамилия французского композитора А такие пары, как служители-служителя, пасторы-пастора Проповеди, проповедя, заповеди, заповедя, похоти, похотя Пока еще находятся на первом этапе Правильно говорить, пасторы, проповеди, заповеди, похоти, служители и так далее Кстати, интересно, что иногда этот процесс обращается вспять Когда-то правильно было говорить слесари К середине 20 века закрепилась в словарях форма слесаря Об этом, кстати, вы можете судить по фильму «Карнавальная ночь» Там есть в одной из песенок такая забавная фраза И вот опять в столовую приходит слесаря Тогда, собственно, за этим следили довольно строго Но интересно, что в наши дни процесс повернулся вспять И сейчас слесаря это скорее разговорный вариант А слесаря все-таки вариант нормативный К слову, смена ударений происходит не только в подобных конструкциях Однако, несмотря на тенденции к смене норм Такое понятие, как нормативность речи Все же не утрачивает своего значения Проповеднику необходимо следить за нормами в произношении Каковы они? Очень кратко Конечно, мы не можем все варианты осветить здесь Норма современной русской арфаэпии Это старомосковский выговор Опять же, не знаю, к счастью или к сожалению Эта норма меняется Сейчас даже от дикторов не требуется говорить со старомосковским выговором Но до сих пор, в общем-то, норма произношения старомосковская Закреплена как правильная Поэтому интеллигентный проповедник будет произносить слова так, как говорят старые мхатовцы и артисты малого театра Вместо дождь они будут говорить дождь Вместо скучно – скучно Вместо далекий – далекой Вместо молиться – молиться Вместо бог будут говорить бог Кстати, нормативность произношения слова бог довольно консервативна Это единственное слово в русском языке В котором употребляется фрикативное гэ Все остальное является неверным произношением Влиянием южно-русских говоров и украинских говоров Все остальные фрикативные гэ В русском произношении запрещены Гэкать нельзя нигде Слово «бог» является единственным вариантом И более того, слово «бог» нельзя произносить никак иначе Нельзя говорить «бог» или еще того хуже «бог» Также необходимо следить за тем, чтобы правильно произносить имена и отчества Русские имена и отчества в устной речи часто упрощаются Поэтому, обращаясь к человеку, вполне нормативным будет сказать «Михал Иванович, прочитайте, пожалуйста, Псалом» Иное дело, если вы произносите имена и отчества в официальной речи Тогда их принято произносить полностью Мы чтим память Юрия Сергеевича Грачева Нельзя будет сказать «Юрия Сергеевича» Полное произношение распространяется в русском языке Только на иноязычные имена и отчества Такие как Яков Абрамович, Фридрих Карлович и так далее Нельзя сказать «Фридрих Карлович» и «Яков Абрамович» Но, тем не менее, вполне нормативно упрощать русские имена и отчества Как мужские, так и женские Клавдия Николаевна вполне будет нормативно Следите за произношением трудных слов Как вы их произносите? Слово «скрупулезный» следует произносить не «скурпулезный», как многие произносят Слово «военачальник» очень многие неправильно произносят, как «военно-начальник» На самом деле это «военачальник» К таким же случаям относятся разного рода колидоры, тумборетки и прочие грейпфрукты Правильно произносить «коридор», «табуретка» и «грейпфрут» Соблюдайте, пожалуйста, нормы ударения С нормами ударения в русском языке, как я уже говорил, все не так-то просто Дело в том, что в русском языке не существует правил постановки ударения Каждое ударение необходимо запоминать А нормы ударений меняются Поэтому вам необходимо тщательно сверяться с новыми выпусками орфоэпических словарей Проверяйте нормы ударения по орфоэпическим словарям Изданным, естественно, Российской Академией Наук и так далее Какими-то, скажем так, авторитетными издательствами Что касается давних споров колоссини или колосяне, ефесини или ефесяне Тут немало копий сломано Немало такой виртуальной крови пролито в интернет-форумах А правило здесь на самом деле простое Поскольку в русском языке не существует четких правил Закрепляющих ударения за названиями жителей городов То единственным мерилом нормативности ударения В подобных словах служит традиция Действительно Те, кто говорят колоссини и ефесини Обычно в качестве аргумента употребляют Ударение в единственном числе названий городов Значит, колоссы и ефес Дескать, там ударение на О, там на Е Значит, и колоссини и ефесини Однако этому правилу не подчиняется целый ряд названий жителей городов Так, жители города Киева по этой логике должны именоваться киевляне Однако мы так не говорим На самом деле здесь царит неразбериха, освещенная традицией Мы говорим киевляне, но римляне Правильно говорить, фенистимляне и афиняне Но что касается ефесян и колоссян То традиция требует вставить ударение на суффиксы ам и ям В данном случае Почему? Откуда взялась эта традиция? Единственным способом проверить традицию русского произношения этих Русского произношения названий жителей этих городов Это обратиться к старославянской Библии Там ударения проставлены И слова эти носят ударение ефесеям и колоссаем Что означает в современном прочтении ефесянам и колоссянам, конечно же К правильности речи, к понятиям о ее нормативности Также следует отнести и такую важную норму, как лексическая сочетаемость Иногда проповедникам движет желание удивить слушателей необычным сочетанием слов Но чаще всего такое желание выдает лишь признаки невзыскательного литературного вкуса Так рождаются фразы типа Во Христе мы всегда потерпим победу В духовной жизни наступают чудовищные улучшения Мы достигаем зияющих духовных вершин и так далее Нарушение лексической сочетаемости Слова эти совершенно не сочетаются друг с другом Мы не можем потерпеть победу Потерпеть можно только поражение Победу можно одержать Чудовищные улучшения также вряд ли могут быть Улучшения должны сопровождаться каким-то положительным прилагательным Зияющие вершины грубые нарушения лексической сочетаемости Зияющие могут быть пропасти А вершины должны быть по крайней мере сияющими Вы можете, братья, попытаться проверить себя В приведенных предложениях вам необходимо указать словосочетания, в которых нарушена лексическая сочетаемость Вам предлагается заменить лексические эквиваленты, ставшие причиной речевых ошибок Посмотрите Много нервов приходится тратить, читая письма ветеранов Подумайте, как исправить это предложение Нервы тратить нельзя Тратить можно усилия Тратить можно здоровье А нервы можно только портить Поэтому подумайте, как исправить это предложение Вышеперечисленный металл не поступил на завод заказчик Слово «вышеперечисленный» может относиться к некоему перечню предметов Указанному выше Здесь слово «вышеперечисленный» лучше всего заменить на слово «вышеупомянутый» Уж если вам так хочется, чтобы предложение было в канцелярском стиле К моменту обмена квартиры в ней были прописаны жена, дочь и вещи Мы видим, что вещи, конечно, прописаны не могут быть Можно оставить слово прописанное по отношению к жене и дочери Но к вещам нужно подобрать какой-то другой глагол Например, находились вещи Горе не сломило эту женщину, ее любви к работе, ее мужества Заметьте, здесь ошибки, связанные с употреблением падежа Горе не сломило эту женщину Употреблен винительный падеж, а дальше ее любви и ее мужества слова стоят в родительном падеже Здесь нужно все это дело привести к единообразию В принципе, при отрицании, как мы уже с вами знаем, употребление родительного падежа вполне и вполне возможно Горе не сломило этой женщины, ее любви к работе и ее мужеству Ну, либо работу и мужество нужно тоже поставить в винительный падеж Есть люди, которые, сделав очень многое, хорошее и полезное, тихо и скромно молчат об этом Обратите внимание на падеж Многое, хорошее и полезное Здесь есть нарушение сочетаемости Многое, хорошее Лучше заменить на слово много, хорошего и полезного Есть люди, которые, сделав очень много хорошего и полезного, тихо и скромно молчат об этом Учитель должен давать советы и замечания своим ученикам Давать советы, эти слова сочетаются Но давать замечания не сочетается Учитель должен давать советы и делать замечания своим ученикам Ударил заморозок и сильно прихватил кукурузу Заморозок обычно не употребляется в единственном числе Поэтому здесь нарушение лексической сочетаемости, связанное с употреблением числа Ударили заморозки Спонсоры вручили школе библиотеку настольные игры Вручить библиотеку невиданное нарушение лексической сочетаемости Вручить библиотеку нельзя Библиотеку можно передать, подарить Да и само сочетание библиотеки с настольными играми Здесь явное нарушение Фразу эту нужно, конечно же, серьезным образом переделывать Не думаю, что найдутся люди, которые стали бы всерьез Исповедовать мнение этого чудака Здесь нарушение лексической сочетаемости во фразе Исповедовать мнение Исповедовать можно взгляды А на худой конец убеждения А мнение можно поддерживать, можно разделять И так далее Вы должны сами выбрать вариант, который вам ближе Когда пилот садится в кабину необъезженного самолета Он думает, кто же первый, если не я Самолет не бывает необъезженным Необъезженный бывает лошадь Самолет бывает, ну не знаю каким Наверное, необкатанным, неиспытанным Новым, не бывшим в эксплуатации на худой конец И так далее Еще проверьте себя Укажите лексические ошибки в следующих предложениях При этом особо выделите случаи нарушения Семантической и грамматической сочетаемости Просто отредактируйте эти предложения Проявите, так сказать, свой хороший литературный вкус Большинство времени проходит бесплодно Конечно, это предложение совершенно неверно С точки зрения стенистики русского языка Время не может проходить бесплодно Вам нужно отредактировать это предложение Замените его каким-нибудь хорошим, своим вариантом В зоопарке маленький кенгуру сидел в клетке и чистил перышки Перышек у кенгуру, конечно, быть не может Кенгуру слово несклоняемое И принято, кстати, вместе с несклоняемыми существительными Употреблять прилагательные мужского рода Реально Кроме тех случаев, когда у кенгуру есть детеныш Если, например, будет предложение Сидела кенгуру с детенышем Тогда нужно глаголу дать женский род Ну, перышки в данном случае абсолютно неуместны, конечно Широкое испытание этого витаминного биоактивного крема Привели к крайне положительным результатам Посмотрите Во-первых, широкое испытание Единственное число Глагол привели во множественном числе Это необходимо исправить Крайне положительные результаты Довольно плохо сочетающиеся слова между собой Я бы посоветовал вам эту фразу все же изменить Незнакомец сел на коня и поехал пешком Слово пешком означает пешим ходом То есть при помощи своих собственных ног Поэтому, конечно, нужно употребить слово верхом В автобусе было так тесно, что кто-то предложил Встаньте плашмя, тогда свободнее будет Неправомощно употребление слова плашмя Плашмя, плоско, горизонтально даже может быть Встаньте Это как раз пароним Есть слово встаньте Есть слово встаньте Стать Это значит кем-то не быть до этого А потом превратиться в этого кого-то Стать кем-то Я не был врачом, но я стал врачом Встать Это совсем другое дело Рекорды продолжаются Рекорды не могут продолжаться Рекорд это некое понятие, которое однажды поставлено и все Оно не может продолжаться Можно продолжать устанавливать рекорды Но эта фраза совершенно неправомочна В нашем городе появилось несколько новых предприятий и общественного транспорта Несколько новых предприятий и дальше, конечно, совершенно крышесносящие выражения общественного транспорта Совершенно неправомощное употребление родительного падежа Несколько новых предприятий и общественный транспорт Хотя бы в винительный падеж поставить необходимо Вот это слово Но опять же В сочетании с словом несколько Даже в винительном падеже Общественный транспорт не будет нормой Поэтому вам нужно переделать Это предложение В нашем городе появилось несколько новых предприятий Я предложил бы поставить точку И начать новое предложение Появился общественный транспорт Я вчера взял самолет и прилетел в Москву Это как раз калька из английского языка Англичане все берут И душ они берут И самолет берут Да, глагол take В английском языке в данной фразе совершенно правомощен А в русском языке абсолютно недопустим Вам нужно изменить эту фразу Ну и наконец Еще один способ проверки Сравните предложение Укажите, чем вызваны лексические замены Какие ошибки устранил редактор В случае несогласия с редактором Дайте свои варианты стилистической правки Грипп очень заразителен Поэтому его нельзя переносить на ногах Вот редакторская правка Грипп – заразное заболевание Поэтому больные должны быть изолированы Есть некоторая претензия здесь к редакторской правке Потому что смысл второй части фразы совершенно изменен Действительно, больные должны быть изолированы Но нужно оставить идею того Что нельзя переносить грипп на ногах Первая часть предложения исправлена правомощно А вторую можно оставить без изменений Необходимо привить ребенку правила личной гигиены При обращении с животными Вот как редактор исправил Необходимо приучить ребенка мыть руки После того, как он играл с кошкой или собакой На мой взгляд, фраза стала гораздо более живой Гораздо более литературной И простой для восприятия Я бы не стал придираться здесь к редакторской правке Третье В этом квартале мы стали выпускать пряники С именами новых сортов Москва, шоколадные, российские Они обладают отличными качествами На мой взгляд, вот здесь употребление местоимения Они вводят в заблуждение Российские, шоколадные и так далее Вот вариант редактора В этом квартале мы стали выпускать новые Высококачественные сорта пряников Москва, шоколадные, российские Мне кажется, что предложение здесь вполне хорошо отредактировано Ну и, конечно, в первом варианте имена сортов Не очень лексически сочетается Создать сытую зимовку для животноводства Первейшая задача фермера Животноводство, во-первых, не зимует нигде Зимовку нужно создавать для животных Посмотрим, как редактор изменил это предложение Сейчас главная задача фермеров Обеспечить скот кормами на зиму Или на зиму, как принято сейчас говорить Вполне правомощное исправление Не стремление к внешней эффективности Ведет перо писателя А желание глубже и ярче выявить смысл происходящего Ну вот сразу видно, что слово эффективность Употреблено не по назначению Эффективность должна быть заменена на слово эффектность Или эффект Вот как, собственно, изменил это предложение редактор Не погоня за внешними эффектами Вводят пером писатели А стремление проникнуть глубже в сущность изображаемых событий На мой взгляд, следует подчистить бы Вот это сочетание Погоня водит пером Вряд ли погоня может водить пером Даже в образном выражении Я бы еще поредактировал это предложение Изучая личность актера Гример первый проникает в его душевный мир Посмотрим, что сделал редактор Изучая лицо актера Гример первым проникает в его духовный мир Ну, мы как верующие люди Тут же уцепимся за разницу между душевным и духовным На самом деле В таком бытовом значении Действительно лучше употребить Слово духовный мир Ну и конечно Гример не изучает личность актера Он действительно изучает лицо Вполне правомощная редакторская правка Не успел прозвенеть церковный колокол Как народ двинулся к городской площади Редактор предложил такой вариант Не успел прозвонить церковный колокол Как народ двинулся к городской площади Действительно, употребление глагола прозвенеть, здесь неправомочно, потому что плохая лексическая сочетаемость. Колокол не звенит, колокол звонит. И это очень важно. Итак, братья мои, лексическая сочетаемость – это очень важное понятие, относящееся к правильности или нормативности речи. Кроме ошибок, связанных с нарушением лексической сочетаемости, существует много и других ошибок, вредящих правильности, нормативности речи. Но о них мы поговорим в следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok